Рывок, штанги, подтягивания. Участники соревнований выполняют связку упражнений. За небольшой промежуток времени атлеты должны сделать как можно больше подходов. С виду простые упражнения даются нелегко даже самым сильным. Ярослав Бандурко готовится к следующей связке нелегких упражнений. Мужчина занимается кроссфитом уже год и теперь пожинает плоды усиленных тренировок. Ярослав считает, что кроссфитом может заниматься каждый, вне зависимости от возраста. Кроссфит, чем мне понравился, он воспитывает характер, силу воли, потому что каждая тренировка, каждое упражнение выкладывается практически на 100%. Кроссфитом может заниматься человек в любом возрасте. Практически с пяти лет уже дети приходят в зал, тренируются. И люди пенсионного и преклонного возраста тренируются в нашем зале. В открытом турнире города по кроссфиту принимает участие больше 20 спортсменов из Шимкента, Алматы, Караганды, Ахмолинской области. Приехали на турнир и гости из Кыргызстана. Уровень соревнований очень высокий, соперники сильные. В Казахстане кроссфит перевее появился, чем у нас в Кыргызстане. У нас этап развития кроссфита только начинается в начальном этапе. А здесь, в Шимкенте, да и в Алмате, в Казахстане очень хорошо развиты кроссфит. Атлеты сильные. Кроссфит – нелегкий вид спорта. Сочетание упражнений на силу, ловкость и выносливость делают спортсменов по-настоящему сильными атлетами. Такими соревнованиями организаторы хотят привлечь в этот спорт как можно больше людей. Пропаганда здорового образа жизни – это на первом месте у нас идет как идея и как цель. Ну и также привлечение, массовость именно кроссфита, чтобы больше народу привлекалось к занятиям спортом. Не обязательно это кроссфит, это может быть и воркаут и так далее. Самое главное, чтобы народ занимался спортом. Победителем городского турнира по кроссфиту в категории «Элит» стал спортсмен из Ленгера Александр Аблюхов. В категории «Скейлсмен» золото турнира забрал атлет Артур Флерковский. Среди девушек первое место заняла Евгения Петина. В категории «Мастер 40 плюс» золото турнира увез Владимир Семен из Караганды. Среди юношей первое место занял Эвальд Василенко. Победителей наградили кубками и медалями.